Давайте сначала формально докажем. Итак, давайте выразим... Вот мы говорили, что можно выразить такое сложное высказывание, которое говорит, что в них есть номер, высказывая доказуху в праве. Выразить критикат доказухи. А теперь мы выразим еще одну вещь, касающуюся высказываний в праве. А именно, так называемую, ну, не так называемую, а, скажем так, функцию подставки. Итак, у нас назовем ее суммой. Определим такую функцию. Это функция, которая... Ну, ее можно понимать как функцию на наших формальных высказываниях, а можно понимать как функцию на их ведолевых номерах. Это без разницы, потому что одно соответствует другому. Итак, сумм от x, y раввозы означает, что... Что z есть результат подставки в формулу высказываниях, сломерах, 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 x, числа, y, подчеркнуть. Подчеркнуть. Речь идет вот о какой операции. Данные два числа, x и y. x это бедолевый номер в некоторой формулу. Например, φ, а, z. И когда число, а, z, 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 это такое число, берется ноль с таким количеством штрихов и подставляется вместо переменной а формулу Ф. Ну, то есть, y подчеркнет это все-таки реально само по-настоящему число y? число просто числа выступает в роли разных они играют разуме конечно число с другой стороны гибрид это экспериментное означающее число значит еще раз мы определяем некую функцию из чисел в числе у нее аргументы являются натуральным числом x и давайте хорошо давайте мы вот что сделаем чтобы было чуть-чуть более давайте мы напишем m и m настоящие числа да да все правильно нет ка есть не результат что как есть номер результат станут ка есть номер результата подстановки формулу с номером n да вот тут я написал числа n подчеркивает вот так вот n подчеркивает то есть ноль с большим числом ноль так сказать с н вот так еще раз эта функция определена так сказать как функция натуральных аргументов смысл его тем не менее как некая операция с нашими формальными выражениями нашего языка у нас есть формальное выражение фи у нас есть число n мы берем из них по числу n выписываем вот такое формальное выражение подставляем его в фи да но при этом ребята вот ноль с таким количеством штрихов в нашем языке вообще-то отсутствует вот вот это выражение она не является формальным выражением языка мы не можем взять вот эту фигурную скобку нарисовать то есть в языке у нас этого не было ноль с пятью штрихами является выражением нашего языка с пятью да для каждого конкретного n но с этим конкретным числом n штрихов является выражением нашего языка именно об этом здесь идет речь да а переменной вот нарисовать такую штуку нельзя поставить туда переменную нельзя да ну в общем хорошо дайте я еще раз вспомню тот пример который у нас вот у нас была форму фиа которая была вот такой была такой форму существует что там x такой что а равно 2 а вот x помните такую формулу да вот эта формула эта формула с параметром а берем какое-то число n значит у нее есть какой-то йодолев номер который будет равен m это для нас не важно значит берем какое-то число n например n равен 5 тогда результатом формулы значит вот гёдолев номер этой формулы фи от а пусть это будет там какой-то n да тогда суп от m 5 это будет номер формулы это будет номер формулы которая описывает здесь существует x и они подчеркнутые равны вот она подчеркнутые равны вот об этом идет речь это функция которая подставляет как говорят нумерал форму такие вот формальные выражения означающие конкретные числа называются нумерал значит вот это функция которая подставляет формулу с данным номером данный нумерал абсолютно не очевидно почему это самое суб существует это британские ученые доказали ну нет почему она существует она есть но да это не очевидно и сделаем так сказать еще проще чем выразить можно выразить эту сумку можно сказать так для того чтобы выразить нам надо сначала научаться выразить сумку но пока мы это не умеем пока мы это не умеем но мы как говорится примем это на бегу действительно Немецкие, австрийские ученые доказали. Ссылаемся. Теперь давайте все-таки нашу, так сказать, песню доводить до конца. Потому что то, что я вам сейчас излагаю, это не есть полная доказательств тяги МГД, а это есть некоторая детализация плана, главная из которого вот эта часть. Ну и также вот эта просуда. Так вот, если у нас есть такая суть, то мы почти у цели. Я вам сейчас этого еще пока не видно. Но давайте мы посмотрим на то, что произойдет. Теперь произойдет, наверное, что-то, наверное, тот самый трюк и произойдет. Итак, нам надо придумать вот эту самую формулу ГЭМ. Построим мы ее так. Возьмем такую вещь. Возьму формулу не форму Х, которая говорит, что Х это недоказуемая форму. По нашему, так сказать, кубку ТУ-2 такая формула у нас уже как бы заготовлена. И дальше сделаем лучше. Напишем новую формулу, поймем. Назовем эту формулу. Не формально она, но это форму, которую нам надо сказать. Неверно, что пр от суб. Сейчас происходит как бы фокус, который вы должны оценить. Итак, вот я написал. Неверно, что пр от суб, от х, х. Я поступил не совсем законно. Лучше было бы написать это так. Неверно, что существует какой-то данный. Игрек. Такой, что Игрек равно суб, от х, х, равно у и. И. Неверно, что пр от суб. Ну, это вот высказки, построенные из пр суб и наших логических, так сказать, операций и квантов. Да, вот легальная высказка. Смысл ему ровно такой же, как написано вот здесь. Что результат функции суб не является доказуемым. Сейчас, а почему вот это вот, что значит плохое, а они же не хорошие? Вопрос есть вот. Когда мы говорим, что мы можем определить такую функцию суб, я не сказал в каком смысле. Пока что мы с вами никаких функций не определяли. Мы определяли только высказывание. Так вот, это такое выражение, оно апеллирует к некой функции суб, а вот такое выражение, оно апеллирует к высказыванию, так сказать, которое выразимо вот уже в более нам привычном стандарте. А, то есть у нас есть целиком фраза суб от мн равно к. Да. А у нас нет просто суб от… В самом деле мы можем вот такую вещь написать. Понятно. А мы можем написать вот такую вещь. Поэтому, чтобы выразить вот такую вещь, мы на самом деле говорим вот это. Ну да, это совершенно нормально. Хорошо. Почему я так сделал? Хорошо. Значит, теперь говорю я, чтобы нам быть в соответствии с тем, что написано вот здесь, неплохо заменить всюду х на а. Мы же можем сказать, вместо того, чтобы переменную назвать х, назвать ее буквой а. Значит, мы получили некую формулу фи от а с одной свободной переменной а, которая определяется вот так. Она определяется комбинацией суб и па. Прекрасно. У этой формулы фи от а, которую мы, так сказать, написали, у нее есть несколько легионовых норм. Давайте его обозначим через М. Давайте его обозначим через М. Это конкретная формула, которая явно выписывается. А это конкретное натуральное число, которое является ее бедоревым номером. Той нумерацией, которая у нас есть. Давайте теперь посмотрим на формулу Г. Ну или посмотрим, скажем так, на формулу фи от М. Утверждается, что вот это фи от М и будет наша формула от М. Не пытайтесь, как говорится, вникнуть, все равно не получится, но формально отследить, что произошло, можно. Была формула Б. Из нее создали... была формула Су. Из них двух создали вот такую вот формулу, чуть-чуть подлиннее. Создали ее фи от а. Считали у этой формулы номер. Какой-то у нее он был. Подставили этот номер, точнее самым номерам, соответствующим тому числу М, которое вычислилось здесь. Вот в эту самую формулу фи обратно. Получили какое-то высказывание Г, которое не зависит ни от каких параметров. То есть теперь все как надо. Только теперь осталось понятно. Почему же у нас Г эквивалент не находились в Г, где Г это номер Н. Где Н это самый номер Г. Ну да, мы можем, конечно, теперь сказать, что это какая-то формула. Вон тоже есть бедра и филога. Да? И обозначат его Н так, как сделано здесь. Если нам хочется. Пожалуйста. Нам нужно понять, что такое Г и почему от этого неверно что-то. От этого самого бедра. Ну давайте расшифровывать, что здесь записано. Ну, очень просто, значит. Я прошу прощения. А можно сейчас, секунду им дать? Господа, огромная просьба. Всем просто переписать добухленно. Здесь текста не так много. Коля, к тебе это тоже относится. Добухленно вот то, что на этой доске. Вот. И попытаться осознать. Но я вот до сих пор не осознал. Я честно. Нет. Буквы переписать можно. Буквы нет. Буквы должны переписать. Это очень правильно. Пожалуйста. Я просто пока подержу некоторый такой формальный процесс построения некоторой формы. Э. Ну, теперь давайте мы его расшифруем назад. И увидим. Э это фи от М. Да? Вот он, фи от М. Ну хорошо. Что такое фи от М? Ну, фи от М это то же самое, что вот что здесь написано. Надо подставить вот в эту формулу. Фи от М. Фи от М. Вместо переменной А. Нумерал М. Да? Ну, давайте вот это и пользоваться. Для, так сказать, простотой. Это короче записано. Фи от М это буквально то же самое. Что неверно, что право. Я пока просто переписываю формулы, как они есть. Фи от СУ. Фи от М. 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 that eva fromM. Фи от СУ. От М. М это результат подстановки формулы с номером М, ээ, номером М, на номералом М. N? Вот такой. Вот такой вот. Результат. Года леглометов ли результата подстановки формулы с помером М, выражение m под черт. А что такое формула с гёдеревым номером m? Кто-нибудь знает? Что это за формула? Значит, суб от m, m это гёдеревое номер результата подстановки в фи от а нумерала m. А что такое, если мы в фи от а подставим m под черт. Ну это то, что мы обычно записываем в фи от m. Ну а раз гёдерев номер этого результата, значит, это вот эта штука. Гёдерев номер фи от m это и есть результат, так сказать, этой функции. Ну так, что такое гёдерев номер, что такое фи от m и что такое её гёдерев номер? Фи от m вот оно, это g. Вот здесь произошло маленькое чудо, да? Трюк сработал, и фи от m это g, а гёдерев номер фи от m это гёдерев номер g, то есть m. Значит, вот эта штука, это просто равно. Значит, сумма от m, m это будет s. Значит, не m, а сумма от m. m это то же самое эквивалентно. Мы заменили равное на равное. А логика это позволяет. Получаем, что неверно, что право. Вот это. Диарем гёдерев номер фи от m это знаменитая диагональная диарема г. Вот это всё называется сейчас диагональным методом. Он имеет что-то общее с другими рассуждениями подобного рода, которые встречаются, начиная с диагоналка, который, наверное, вы знаете про несчётность вещественной численности. Ну, это вот трюк, который, как говорится, работает. Как видно, очень просто. Никаких почти и вычислений нет. На самом деле всё переписывание одного, обновление на ворот двух обновлений одного и другого, и разворот обратно. Вот и получается. Трюк по своей природе логический. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова